Надо что-то делать с этой проблемой. Смотрите, каждую неделю появляется сообщение по нашей Херсонской области, что сбегают дети из дома, а потом удачно находятся. И вот 22 июня 14-летняя девочка нашли в Больших Капанях, сбежала к сожителю мамы после ссоры дома. То есть у мамы там был сожитель, она сбежала. И вот тут подробности, но мы не будем их смотреть. И вот так вот они покидают дом. Вот это сама девочка. Ну что тут сказать? Довольно-таки уже большая все. Вот тут. Это может полицейский, это ее мама. И потом вот еще, смотрите, сегодня вот просто смотришь постоянно в ленте новостей. На Херсонщине всю ночь искали девушек 16 и 17 лет. Они не вернулись домой после сдачи экзаменов в училище. И вот 1 июля, это вчера в полицию в 18 часов, жительница Нововоронцовки, ее 17-летняя сестра уехала сдавать экзамены. Искали всю ночь полицейские, проверяли поселок. Вы представляете, какие силы задействуются? Сколько людей отвлекается? Опрашивали водителей рейсовых автобусов и в магазинах. И в 7 утра выяснили, что 17-летняя девушка в доме родственников своего парня, который живет в нескольких километрах от нее. Говорит, с подружкой отпраздновала удачную сдачу экзаменов, потом поехала к парню, после чего их пути с одногруппницей разошлись. А другую 16-летнюю обнаружили в ее селе, куда она вернулась от друзей. И с обоими все хорошо, полицейские с ними провели воспитательные беседы. Это вот управление полиции вылаживает фотографии. Смотрите, тоже крупные все вот такие вот. Надо вводить административную ответственность и наказывать, снизить порог до 12 лет. И давать им общественные работы, подметать улицы. Потому что это такое явление, оно станет повальным. Есть мобильные телефоны, есть мобильные телефоны у друзей. Всегда можно позвонить, сообщить. И вот пишет, у мам сердце чуть не остановилось, наверняка чего только за ночь себе не представляли. Другая пишет, считает себе самостоятельными, а то, что родители переживали и что пережили, не думают. И вот эта админа ответственность скажет, а как-то детям работать с 12 лет улицы, подметать за правонарушения. А вы забыли, как в 18 веке в Англии, в Германии, на заводах дети по 7-8 лет работали в 6 дней в неделю полную рабочую смену 12 часов на станках. Потому что их брали вместо взрослых, что они проворнее работают быстрее. Эксплуатировали детей, а тут пойти 2 или 4 часа в день, поподметать улицы. Так больше уже никто не пойдет вот это вот пропадать. Понимаете, это просто, если сейчас это не сделать законодательно, с 12 лет ответственность, и давать четко общественные работы, определить подметание улиц, уборка территорий, парков, скверов и все остальное. Потому что это каждый может столкнуться в любой семье. А ребенкам в школах расскажут, дети будете чудить, будете потом улицы подметать, и одноклассники вас будут фотографировать, как вы подметаете улицы. Что ни у кого потом не будет вот этих вот пропаданий, и все сразу закончится. И что для этого нужно? Принять просто закон и все. Ничего с ним и вы видели на фотографиях. Довольно все крупные, вот это вот, могут взять веник и пойти подметать улицу. А что это по полу города, поселка, из-за них переполошилось, они себя идут, оттягиваются, гуляют. Ну как такое может быть? Ну должны быть какие-то меры ответственности, все, потому что это пойдет по нарастающей сейчас. Сейчас такое восхитание после этого телевидения, этих сериалов, что если сейчас не будет никакой ответственности, эта безнаказанность только даст еще больше. От этого выиграют все. И общество, и семьи, что дети не будут пропадать. Всегда позвонят по мобильному в любом состоянии и скажут, где находятся, чтобы потом не подметать улицы. Так что обращайтесь к вашим депутатам в Верховную Раду или если вы в другом государстве, к вашим законодателям. Пускай вносят вот это вот, снижают порог админответственности. И все сделать быстрое судопроизводство, чтобы сразу в течение двух дней оно рассматривалось и без всяких обжалований. Был факт исчезновения, и потом нашли у подружки и все остальное. Если выкрали ребенка, то естественно там уголовное дело, там статья, кто выкрал до 10-15 лет заключения. То серьезное, то другое. А это пошли на гульки, так идите, подметайте, поработайте на общество, что общество на вас деньги потратило, на ваши поиски и все остальное. Как будто у полицейских других занятий нет, чем ходить ночью по поселку и опрашивать там водителей и жителей поселка. Поделитесь этим видео, пускай задумаются люди об этой проблеме. Она рядом с нами, с каждым.